Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель у студии Александр Гамоля. Добрый день. 15 миллионов древов плануется высадить у Гомельской области подчас проведения тыдня лесу. Новые посадки изъявятся на трех с половой гектарах. Все летоштогодовая акция присвящена 30-ти годзю дня аварии на Чернобыльской АЭС. 300 молодых саженцев пустили корони на землях приборского лесництва. У первый день проведения акции до корыстной справы долучилось некольки сотня человек. Улику волонтеров, представники громадских объединений, школьники, студенты и спортсмены. Люди отзываются, много желающих, которые хотят действительно высадить свое дерево на благопотомкам. Представляете, какие красивые наши русские, белорусские березы. Поэтому это действительно будет какая-то память потомкам о том, что мы сегодня делаем. Тыдень лесу будет проходить до 9-го кроссовика. За этот час плановится так само очистить от сменца и несанкционованных звалок, лесные массивы, доброупорядковать территорию, мемориальных комплексов и воинских похований. Новое працовное место и рентабельность у 25%. В Решинском районе побудованный свинокомплекс на 24 тысячи голов. Новый свинокомплекс с замкненным вытворчим циклом створен на базе агрокомбината «Холмич». Инвестиции склали больше за 400 миллиардов рублей. Будовничество велося в рекордные термины. «Холмич для будовничества выбраны не выпадково. А городок неофицийно лечится аграрной столицей Решинских районов. Тут давно идут у ногу с часом. Например, корм для живел раздают роботы. Синокомплекс так само побудованный по самых сучасных технологиях». Огороджа, каб на территорию не трапляли дикие живелы, санитарный контроль, повная автоматизация процессу, репродукторная и откормочная фермы, гная сховища, очищальное сбудование и цех глубокой перепрацовки мяса. Усё по самых передовых технологиях и с обсталяванием от ведущих европейских вытворцев. «Согласно проектной документации по проекту, мы должны выйти на проектную мощность в конце этого года, полностью заполнить по голове. Потому что в мае месяце у нас же проведен тендер. В мае месяце мы будем ставить это маточное поголовье». Будовництво новых свинокомплексов обумовлено необходностью повеличения поголовья. По краине их будет побудовано яше 12. Могутность свинокомплекса у Холмиши – 24 тысячи голов. Термин окупности проекта – 9 годов. Рентабельность вытворчасти плануется у помера 25%. Новые опрацованные мессы отрымают 50 же хоров агрохородка. «Кроме агрокомбината «Холмиш» планируется ввести в этом году эксплуатацию «Хальш» птицефабрака на 22 тысячи мяса птицы в год. Будет создано 160 рабочих мест. И птицефабрака особенно – это самозначимая». В целом у Гомельской области у Глинея сельской господарки до конца года створить больше за 600 новых працовных мест. Новые сельгаз-объекты заявятся о маль во всех районах. Евген Поболовец, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». До инших тем у Гомельским городским социально-педагогичным центры пройшел день открытых дверей. На мероприемство были запрошены представники предприемства и организации областного центра. Специалисты установы продемонстровали свой опыт по выражению ситуации семейного недобробыту. Семьи, которые злоуживают алкоголем, не могут забеспечить полноценное выхование детей. У комиссии по справах неполнолетних уповнены, что до профилактической работы повинны больше активно долучаться працованные коллективы. Основная мета – оборона детей, яких часов, а у некоторых выпадках и на зауседы отбирают у батьков. «Приглашая сюда, опять же, мы хотели показать, что да, здесь созданы условия, да, государство старается создать нормальные, безопасные условия для ребенка, но в любом случае это государственное учреждение, это не та семья, к которой привык ребенок и куда он мечтает вернуться. Мы надеемся на то, что нас услышат, нас поддержат, а самое главное, что мы совместно работали просто на благо наших детей». У Гомеля добылась презентация детячих книг по основам безпеки житседейности. Их автор – гомельчанка Аляутина Климович. Больше 15-ти годов она працевала у Центры пропаганды и навучания при Гомельском областном управлении МНС. И зараз не покидает дорогой сердцу справы. Заявляется специалистом доброохвотного пожарного товарыства. Книги Аляутины Климович – это мини-подручники, которые знакомят детей с правилами безопасных поводинов и вушать их в бережливом уставленне до природы. Усе девять выданий у пригожей иллюстрованные, а их герои – незвычайные и разностайные. Это доброохвотники, мураши, які ратуют свое лесо до огню, декавный вугольчик и навод целая пожарная команда «Лягушат». Книги познайомя детей со сродками пожаротушения и спецтехникой нагадают номер телефона службы выратования и навучать голодным правилам госпеки. Книжки написаны таким для деток, для детей старших групп детских садов или начальных классов средней школы, то есть, чтобы было им понятно. Книжки написаны в форме сказки, чтобы легко читалось, легко понималось. Все герои у нас такие интересные, вы можете посмотреть, сами убедиться в этом. Заслуженный матерский коллектив в Республике Беларусь цирк имя Валеры Абеля, отзнашив свое 55-е годзе. Засновальником цирка з'является вядомый у советский час иллюзионист. До юбилея Палацы культуры Костюковка артисты проставили новую программу. Наши корреспонденты так само оценили выступление. Что такое цирк? На это питание кожный откажет по-своему. Однако для многих это место – любимое из детинства, где махчимое шарауництво и де каска становятся реальностью. Цирк имя Валеры Абеля – это, правда, уникальная з'ява. Заслуженным аматорским коллективом нашей краины гонорация и дети марать трапезюды. Меня привел дядя, и сначала я просто сидела на скамеечке, не знала, чем заняться. Потом меня начали развивать, гимнастикой я начала заниматься. Раньше тарелочкой тоже начала крутить, так я и начала заниматься. Я могу обручи крутить, диаболу, тарелочку. И пока больше ничего, но стремлюсь еще к другим многим успехам. Артистам цирка быть не просто. На сцене мы бачим веселых, энергичных людей. Их номеры з'являют, и сдается, что они могут усе. Однако мало кто ведет, какая тяжкая и напруженная праца попередничает ушестью на цирковой Олимп. Не глядяши на их виртуозное майстерство, это упершую чергу простые люди, у которых так само бывают проблемы и дрянный настрой. А лекали выходишь на сцену, то необходимо проявлять актерский талент, забыть об усим и радовать публику. Такие ситуации бывают, но перед номером просто стоишь, слушаешь музыку, начинаешь двигаться, начинаешь сам заряжаться, это все делать. Ну, даже с партнершей стоим, начинаем как-то пританцовывать. Заряжаешься этим, а потом выходишь и даришь это массой. Выступления поветорных гимнастов, эквилибристыка, клоунада, акробатика, иллюзион. Жанровая разностайность дюляя. Глядяшам так само представили эксклюзивный аутерский концертный номер – оркестр. На сцене одночасово знаходились все жонглеры коллектива, якие быцам проставляли с собой один и симфоничный оркестр. Своим сегодняшним поспехом коллектив обавязан своему засновальнику Валерую Абелю. Это был человек, полностью захопленный своей справой. И он был вядомым иллюзионистом, однако замежами цирковой арены яго инакше их саправдным чаровником не называли. Валерой Абель покинул после себя великую спадшину, семейную справу уже некольки десяти годзил, протягивая дочка Татьяна. Яна гонорится тем, что отрымалась зарабить, однако у ПЭО не на что напереде чекают новые вышины. Каждые, например, пять лет мы подводим какой-то рубеж своему творчеству и идем к нему. И сегодня я могу сказать, что мы это выполняем с достоинством, потому что коллектив очень известен, коллектив востребован, и нам есть что показать. Одно очень большое пожелание, которое Татьяне Валерьевне высказывает уже не один год, говорить о том, чем они занимаются, говорить о том, чего они достигают, и говорить о том, что они собой представляют. Не стесняться, потому что на сегодняшний день, ну, есть такое выражение, сам себя не похваливаешь, никто не похвалит, а их есть за что хвалить. Это действительно уникальный коллектив, это уникальное явление, и мы гордимся тем, что он есть. Дмитрий Котов, Вероника Ворошилина, Дмитрий Родянко, телерадиокомпания «Гомель». Новины региона, информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tevergomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинок и до встречи в эфире.